добрый день приветствуем вас в студии дигитарк и сегодня наша тема музыкальная услуга спотифай в гостях у нас редактор радио 4 александр жемжуров здравствуйте александр здравствуйте радио 4 конечно больше славится своими публицистическими передачами передачами разговорного жанра но всегда радио так или иначе он ассоциируется с музыкой а кроме того вы сами имеете некоторое такое хобби что ли я знаю что вы большой меломан какие у вас отношения с музыкой с музыкой и не могу сказать что я на ней жената но в целом музыка звучит в моем доме и в моей голове постоянно помимо того что я работаю на радио я также занимаюсь танцами и преподаю связи с этим музыка также является моим инструментом для того чтобы передавать какие-то мои чувства рассказывать истории и так далее поэтому с музыка моноты вот это вот очень здорово то есть вы слушаете музыку в самых разных ситуациях наверное начиная как мы уже сказали от работы и заканчивая какими-то каким-то досугом тренировками то есть это наушники колонки как это происходит это везде сейчас есть такие возможности что ты можешь слушать музыку в машине потом ты выходишь на улицу автоматически она у тебя синхронизируется с наушниками ты открываешь ногой дверь в своем доме и там у тебя уже готова тоже на уж не наушники а колонка беспроводная колонка где также продолжаешь ту же самую музыку тоже самый плейлист слушать уже непосредственно себя дома поэтому в принципе не нужно вот это вот вытаскивать диск коробочку его складывать в определенную сумку и так далее таскать это все собой сейчас это все благодаря одному клику возможно и доступно вот вы как раз и заговорили о том чему посвящена наша сегодняшняя передача о том как технологии и музыка совместились в такой вот удобные вещи как spotify к сожалению не все еще не просто знают они все еще пользуются этой замечательной услугой вы пользуетесь до spotify это мой любимый стриминг на самом деле он не единственный есть и другие различные стриминги включая как айтюнс есть дизер и так далее но мне больше всего нравится вот этот шведский концепт spotify его не только по дизайну но и по тому как там выстроена алгоритма как он подбирает музыку для меня например если мой плейлист заканчивается то песни не останавливается да то есть тишины не возникнет в моем доме продолжит играть приблизительно схожая музыка я могу даже не заметить что это уже эту музыку выбрал не я выбрал для меня ее собственный компьютер мне тоже очень нравится вот этот искусственный интеллект вот этот алгоритм который подкидывает те мелодии близкие мне по духу мне кажется что в spotify он очень точно работает еще мне нравится возможность собирать плейлисты под настроение это же что spotify их немножечко тебе предлагает и как-то в струю все время с этим попадая да если кстати кто-то не знает что такое spotify то я советую начать именно вот с этих плейлистов под настроение потому что когда у вас какая-то вечеринка или либо вы отправляетесь на пляж а то там в принципе есть все вы можете писать осенние вечерние воскресенье да то есть он найдет вам именно плейлист который будет соответствовать этому настроению я проснулся утром грустным он найдет вам такое настроение я сегодня веселье на тренирую да то есть они по тренировку кстати тоже есть плейлисты которые плейлисты которые именно соответствуют вашему сердцебиению и так далее то есть они считают темп и выставят вам именно музыку под темп вашей пробежки там много есть чего всего интересного и что самое главное что вы также можете следить за тем что слушает ваш друг или вашу маму ваш папу то есть иногда ты перехватываешь чьи-то песни и например смотришь так сегодня пятница вечером а чего это он грустит звонишь другу своему спрашиваешь все ли у тебя в порядке оказывается вот он услышал про такую-то песню и вот сегодня и на репите собственно прокручивает немножко такая еще социальная функция но вы как редактор или из какого-то другого интереса следители за тем сказали что что слушают знакомые а за топами что вообще в эстонии слушает что в топе спотифая сейчас находится а кстати удивительно но факта в эстонии сейчас начинают слушать русскоязычную рэп-музыку то есть у нас есть исполнитель меня гейн шпиль которого мы я думаю уже все прослушали еще год назад а то сегодня я не знаю как медленно но дошло и до истония личного населения что эта музыка классная и ее может слушать неважно каком языке будучи тренером по танцам я обратил на это внимание чуть чуть раньше этого лета но это лето то есть вот эта группа например словно второе дыхание открыла и снова и снова и и начинают слушать если кто-то например не слушал то вы можете набрать в поисками я гейн шпиль и получите дополнительную интересную рэп-музыку вот вы кстати сказали про российскую группу а много ли российской музыки почти что все то есть современная поп-сцена она следит а она понимает что сейчас только радио не спасет их жизни и так далее для того чтобы они были услышанными и они все-таки стараются загрузить свою музыку везде раньше это было вконтакте где сливали назовем это так всю музыку бесплатно то сейчас все-таки стремятся чтобы это было все красиво оформлены так далее и спать его это позволяет сделать вы сказали про слова бесплатно и тут я хочу у вас спросить какой версии spotify вы пользуетесь потому что на самом деле их существует 2 до приложения бесплатное приложение платная чуть позже коснусь того какие плюсы есть у каждого из них чем пользуетесь вы начнем с того что первый год моего знакомства со spotify я не помню по-моему наверное это было с самого начала запуску это и этого приложения этого стриминга я пользовался им бесплатно то есть что значит бесплатно я мог сохранять к себе в плейлист песни но я не мог переключать их там по-моему можно было три раза переключить а потом уже они играют в режиме shuffle или рендом то есть в разбросанном варианте это в принципе тоже здорово и классно потому что ты не контролируешь музыку и собственно ты должен подстраиваться под момент и что касается бесплатный то там это получас такой небольшой ради потому что там все время были в качестве перебивка перебивок рекламные ролики но также могу отметить что spotify они не раздражают они записаны таким образом что их слушать приятно они задают какое-то настроение тембр голоса классный и часто они используют какие-то шутки в принципе я даже как-то отметила что я буду специально слушать именно бесплатную версию для того чтобы держать свой английский язык на уровне потому что те выражения которые там используют их можно использовать в дальнейшем и в жизни но потом а связи с тем что мне уже нужно было как-то использовать этот стриминг а для того чтобы преподавать танцы и так далее мне не хотелось на среди тренировки послушать рекламу да это не очень удобно и нужно переключить песню включите обратно и так далее то есть я пользуюсь сейчас премиум версии понятно вы пользуетесь платной версии и наверное для тех кто нас смотрит и не очень знает разницу я скажу в чем ее плюсы и в чем ее отличие от бесплатной версии во первых как мы уже говорили она свободна от рекламы то есть вы совершенно не если вы не собираетесь практиковать свой английский таким образом вы можете практиковать его иначе самое важное в платной версии что она не обязывает вас иметь подключение к интернету ей можно пользоваться оффлайн что очень удобно когда вы куда-то путешествовать или я не знаю идете в лес и экономить не только интернет ну и аккумулятор мобильного телефона но у нас еще одно новшество а точнее но состоит из нескольких кубиков которые очень важны наверное для вас это тоже новость вы сказали что вы хотели бы пользоваться со своей семьей spotify у нас появился пакет spotify family это очень классная штука потому что теперь за 1099 в месяц можно получить 6 пользовательских аккаунтов для одной семьи которые будут подключены к spotify без рекламы без интернета и прочего ну а для тех кто пользуется тут я должна наверное сказать что большим подарком для тех кто хочет слушать музыку но не является клиентом теле а станет тот что spotify премиум теперь можно пользоваться будучи клиентом любого мобильного оператора эстонии совершенно не нужно быть клиентом теле и еще один такой момент что не обязательно иметь кредитную карточку где-то и и там вводить беспокоиться за сохранность своих финансов вы просто будете получать счет теле оплачиваете спокойненько маленький такой бонус что ли для клиентов мобильной жизни для вас пакет spotify премиум мало того что за пол цены это предложение у нас действует кроме того использование spotify совершенно не будет съедать ваш мобильный трафик потому что на него распространяется так называемый zero рейтинг если вы не знаете что это такое рекомендую посмотреть одну из наших передачных гитарк посвященную именно этому явлению я не знаю насколько вас вдохновила моя пылкая реклама spotify премиуме мы все слушаем музыку мы все хотим эту музыку использовать где только можно и это легальный недорогой способ качественно слушать хорошую музыку будучи фанатом spotify еще добавлю что в премиум качество музыки чуть выше чем в версиям бесплатный это правда я надеюсь что вам было интересно вы слушали нашу беседу с александром жемжуровым радио 4 вы можете продолжать слушать для того чтобы узнать новости и спотифай для того чтобы быть в курсе музыкальных новинок или слушать то что вам нравится уже давно встретимся в следующей передаче дегитарк а и Субтитры создавал DimaTorzok